Добрый день. Вашему вниманию представлена лекция на тему развития сортамента прокатной продукции дисциплина способа повышения качества стали карагандинский технический университет Сидорина Елена Анатольевна. На прошлом занятии мы с вами проходили традиционные и современные методы производства стали. Сегодня мы развитие сортаментно-прокатной продукции. По плану мы пройдем это общее сведение и второе это виды проката и стали. Под сортаментом прокатной продукции понимают изделия, получаемые в промышленности прокаткой. Под сортаментом стана понимают профили, прокатываемые на данном стане. Сортамент прокатываемых изделий весьма разнообразен. Его можно разделить на сортовые профили. Простые, фасонные и специального назначения. И на следующем слайде мы увидим это все на рисунке. Вот мы видим на слайде некоторые виды проката. Значит, на рисунке первом это квадратный, на рисунке втором это круглый, на рисунке третий. Шестигранный, полосовой, угловой, равнобокий и неравнобокий. Дальше на шестом рисунке мы видим рельс железнодорожный, рельс трамвайный, дутавр, швеллер, шпунт. То есть это вот основные виды проката. Наиболее экономичными считаются те профили, при использовании которых получаются наименьшие отходы. Таковыми в основном являются профили, конфигурация которых приближается к форме и размерам готовых изделий. Изделия, входящий в сортамент, в большинстве случаев содержится в таблицах стандартов, помещающих в специальных книгах, справочниках и каталогах. В сортаменте в соответствии со специализацией прокатных станок имеется более полторы тысячи типоразмеров, простых и свыше тысячи типоразмеров фасонных профилей, общего и специального назначения. Сортамент прокатных изделий, так же как и калибровка, тесно связан с общим развитием прокатного производства и вместе с ним непрерывно изменяется и дополняется. Профили облегченного и специального назначений приобретают в нем все большую долю. Анализ производства сортовой прокатной продукции показывает, что основная доля приходится на трубную заготовку, катанку, крупносортный и мелкосортный металл. Значительно расширен сортамент экономичных профилей проката. Расширение сортамента обусловлено освоением новых экономичных профилей широкополучных двутавровых валок, тонкостенных двутавровых валок, швелеров и угловой стали с полкой переменной толщины. За последние годы проведена большая работа по созданию новых станов для производства тонкостенных фасонных профилей общего назначения и специальных фасонных профилей. Ширина полок облегченных двутавровых балок и швелеров по новому стандарту увеличена на 20%, а толщина стенок уменьшена на 18-25%. Применение облегченных двутавровых валок, швелеров и уголков переменной толщины полок позволяет сэкономить от 10 до 20% металла. Стремление снизить массу конструкций привело также к прокатке профилей периодического сечения. Периодические профили служат заготовкой для изготовления деталей в машиностроении и кроме экономии металла дают резкое снижение трудоемкости изготовления машин. Улучшение сортамента не ограничивается только облегчением профилей и разработкой новых более жестких профилей с высоким отношением момента сопротивления к единице сечения. Важное значение имеет развитие производства термически упрочненного проката из низко лигированных марок стали, дающих возможность резко снизить на 20-25% массу машин. Металлургические заводы освоили прокат арматурой стали из низко лигированных марок с временным сопротивлением металла более 550 мегапаскаль. Подбором химического состава металла добились еще более высоких показателей временного сопротивления арматурой стали достигло 900 мегапаскаль. Применяя термомеханическую обработку сразу после прокатки можно повысить временное сопротивление арматуры еще в 2-3 раза. Поэтому перед научно-исследовательскими институтами и металлургическими заводами поставлена задача разработать регламентированный режим прокатки и охлаждения профилей из низко лигированной стали с 2500-3000 мегапаскаль временное сопротивление. Дальнейшее развитие прокатного производства позволит еще шире развернуть борьбу за улучшение качества проката и освоение производства новых профилей. Сортовая сталь. Эту сталь разделяют на профили с простой геометрической формой. Как вы видите на слайде, она может быть как круглой, квадратной, полосовой и фасонные профили. Круглую сталь прокатывают на сортовых рельсо-балочных станах диаметром от 5 см. до 250 мм. Круглую сталь диаметром до 9 мм. Катанку прокатывают на проволочных станах литейного типа и поставляют в бунтах массой 80-100 кг. и на проволочных непрерывных и полунепрерывных станах массой 200-500 кг. Круглую сталь диаметром до 10 мм. Круглую сталь диаметром до 10 мм. прокатывают на мелкосортовых станах. Ее можно поставлять в бунтах. квадратную сталь прокатывают с размерами сторон от 5 до 250 мм. квадратную сталь квадратную сталь всех размеров прокатывают в прутках, а со стороной квадрата до 16 мм в рутках и в бунтах. квадратную сталь до 100 мм. прокатывают с острыми углами свыше 100 мм закругленными углами радиуса не более 0,15 стороны квадрата. К полосовой стали относят ленту стальную горячекатанную сталь обручную, прокатываемую на сортовых станах скатанной кромкой или из рулонной листовой стали, разрезаемую на дисковых ножницах на ленту определенной ширины, а также штрипсы сортовые, прокатываемые на сортовых и штрипсовых станах. полосовую сталь прокатывают шириной от 12 до 200 мм и толщиной от 4 мм и более. фасонные профили фасонные профили проката подразделяют на профили общего назначения угловую равнобокую и неравнобокую сталь и специального отраслевого назначения, применяемые в различных отраслях народного хозяйства. угловые профили прокатывают на сортовые и рельсобалочных станах. в ГОСТах их обозначают номерами, которые соответствуют ширине полок. угловые равнобокие профили прокатывают от 2 от номера 2 до номера 25, что соответствует ширине полок, что соответствует ширине полок от 20 до 250 мм. неравнобокие угловые профили номер указываю дробью прокатывают от номера 2,5 от 1,6 до 25 на 16. толщина полок уголков составляет в зависимости от номера профиля от 3 до 300 мм. до 30 мм, прошу прощения. Причем угловые профили одинакового номера прокатывают с различной толщиной полок. 50 на 50, 3 на 4, 40 на 50, 5 на 75, 75 на 9. Двутавровые балки прокатывают на рельсобалочных станах размером от 20 и выше и сортовых станах размером до номера 20. Внутренние грани фланцев имеют уклон 1 к 10. Прочность балок характеризуется моментом сопротивления, который зависит от соотношения площади отдельных элементов сечения. Для строительства применяют балки с тонкой стенкой и с, возможно, более широкими полками. Такие балки при меньшей массе обладают большой прочностью, чем соответствующие по номеру балки, но с более толстой стенкой и менее широкими полками. На прокатных станах изготавливают также балки с параллельными полками, для получения которых станы оборудуют специальными универсальными клетями с горизонтальными и вертикальными волками. Швеллеры В некоторых отраслях народного хозяйства используют профили швеллеров номер 14, 16, 18, 20, 30. Швеллеры стремятся получать, возможно, более тонкими стенками и более широкими полками. При высокой прочности такие швеллеры имеют меньшую толщину стенки и меньшую массу, чем обычные швеллеры такого же номера. Шестигранную сталь с диаметром вписанного круга от 8 до 100 мм прокатывают на сортовых станах. Прокатывают также следующие размеры этой стали. 23, 23 мм, 27 мм, 29 мм, 41 мм, 43 мм, 44 мм, 46 мм, 53 мм, 56 мм, 57 мм. К фасонным профилям специального отраслевого назначения можно отнести следующее. По ГОСТу 57, 81, 75 мм. Прокатывают круглую периодическую сталь 21. Арматурную. Для армирования обычных и предварительно напряженных железобетонных конструкций на сортовых станах. Арматурную сталь периодического профиля представляют собой крупные стержни с двумя продольными ребрами, усами, в местах разъема волков и с поперечными выступами на верхнем и нижнем контурах профиля. Идущими по трехзаходной или двухзаходной для диаметра 6-8 мм винтовой линии. И вот на слайде мы с вами видим профили круглой периодической стали для армирования железобетонных конструкций. Профили выпускают от номера 6 до номера 80. Причем номер периодического профиля обозначает его номинальный диаметр, соответствующий номинальному диаметру равной великой по площади поперечного сечения гладкой круглой стали. Выступы на профили обеспечивают увеличение сцепления арматуры с бетоном. У периодической стали оно в 2-4 раза больше, чем у круглой гладкой. В зависимости от механических свойств арматурную сталь периодического профиля делят на 4 класса. А второй класс, А третий, А четвертый и А пятый. Профиль арматурной стали класса А2 приведен на рисунке ниже. Специальная арматурная сталь АС 2-й группы 2-го класса имеет профиль, который показан на рисунке ниже. Арматурная сталь этого типа имеет поперечные выступы, идущие по винтовым линиям с одинаковым заходом на верхнем и нижнем контурах профиля. То есть, прошу прощения, это вот здесь, на рисунке выше, который был у нас, профили круглой периодической стали. Профили арматурной стали класса А3, который был показан на рисунке выше, а классов А4 и А5 также на рисунке выше. Поперечные выступы арматурной стали этих классов идут по винтовым линиям, но имеют на одном контуре профиль правый, а на другой левый заходы елочкой. Специальная арматура сталь классов АС 2, А4 и А5 предназначена для использования при пониженных температурах. Особенность профиля этой арматурной стали – чередование на его верхнем и нижнем контурах, пологих, полукруглых углублений и выступов. И вот нам с вами дана таблица стали, которую применяют для изготовления арматуры периодического профиля. Мы видим классы арматурной стали, диаметры профиля, марку стали и предел чекучести мегапаскаля, то есть не более. Таблицу нужно вам будет записать. Потребителям арматурную сталь периодического профиля класса А2 диаметром до 12 мм и класса А3 диаметром до 10 мм поставляют в бунтах или в прутках, а сталь больших диаметров только в прутках. Арматурную сталь классов А4 и А5 прокатывают в прутках, а диаметром до 8 мм – в прутках или в бунтах по согласованию с потребителем. Длина прутков составляет от 6 до 12 мм. Допускается изготовление прутков длиной от 5 до 25 мм. Профили номер 2, номер 3, номер 4, номер 6, номер 8 для оконных и фонарных переплётов в промышленных зданиях прокатывают на мелкосортовых станах. Профили с толщиной 3,3 мм используют взамен старых профилей такой же конфигурации толщиной 3,8 мм. Для переплетов конструкции это дает до 20% экономии металла и значительную экономию топлива в результате уменьшения потерь тепла зданиями. Полосы бульбовые, несимметричные и симметричные профили прокатывают на сортопрокатных станах для судостроения. Полосы бульбовые, несимметричные и симметричные профили предусмотрены высотой от 40 до 30 до 300 мм. Шириной от 17 до 86 мм в зависимости от высоты. Масса одного метра профиля составляет от 1 кг до 47 кг. Усиленные профили предусмотрены высотой от 60 до 400 мм. Шириной от 31 до 31,33 до 147,151 мм в зависимости от высоты и толщины от 5 до 15 мм. Масса одного метра усиленного профиля от 4 до 101 кг. Применение полоса бульбовых симметричных профилей взамен профилей несимметричных дает значительную экономию металла и позволяет сократить трудоемкость работ при строительстве судов в связи с тем, что отпадает часть операции погибки и правки профилей, а также уменьшается объем работ по сварке и резке. Шпунтовые профили прокатывают на рельсобалочных станах и применяют в гидростроительстве. Для сооружений ячеистых конструкций использую шпунтовые плоские профили ШП-1, ШП-2. Для противофильтрационных завес шпунтовые корытные профили ШК-1, ШК-2. и для подпорных стенок и причальных сооружений шпунтовые зетовые профили. Различают рельсы железнодорожные для широкой и узкой колеи. Профиль рельса характеризуется массой 1 метр длины. Рельсы шириной колен R38, R43, R50, R65, R75 и узкой колеи R8, R11, R15, R18, R24 Прокатывают на рельсобалочных станах по соответствующим стандартам, техническим условиям и согласованным с Министерством путей сообщения чертежам. Листовую сталь подразделяет на тонкой листовую. Толщина листа менее 4 мм и толстолистовую. Толщина листа больше 4 мм. Различают листовой прокат котельный, топочный, судостроительный, автотракторный, электротехнический, жаропрочный, жесть и другие. И задание на СРС. Значит, первое – это производство блюмов и слябов. И второе – это пути совершенствования технологии прокатки сложных профилей. Сейчас я вернусь на рисунок, который вам нужно будет зарисовать. Вот эти вот, получается, профили. И на этом лекцию мы с вами закончим. Спасибо. 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 Ну, на этом у нас с вами лекция закончена. Спасибо за внимание. Всего хорошего. На следующей неделе, значит, я вас буду каждого вести опрос по СРС. И будем также переходить на следующий новый вид лекции.